Один из ключевых православных праздников 19 января отмечает вся Россия, в том числе и Вологда. В храмах проходят службы, выстраиваются очереди за святой водой, а наиболее верующие омываются в священных Иорданях. В этом году в ледяную воду погрузились более трех тысяч горожан. Подробнее о празднике крещения в Вологде расскажет Мария Поздеева. С самого утра к Иордане на реке Вологде возле соборной горки идут люди, чтобы окунуться в крещенскую воду и запастись энергией на год вперед. Здесь и палатка, где верующие могут переодеться, и горячий чай, чтобы согреться. Многие признаются, решиться на тот шаг непросто, зато после непередаваемый прилив энергии. Очищение, прежде всего, начать по-новому жить. Я решил попросить у Бога здоровья, счастья, мира всем. Каждый год в крещенских купаниях участие принимают тысячи вологжан. В этом году для них были вырублены две Иордане, возле которых всю крещенскую ночь и весь сегодняшний день дежурили спасатели. Уже около двух тысяч верующих окунулись в прорубь у соборной горки и еще тысяча человек в купель у Спаса Прилудского монастыря. Среди тех, кто придерживается православных традиций, и глава города Евгений Шулепов. Погружение в крещенскую воду он совершает каждый год. Прилив бодрости, энергии и силы. Я думаю, что мы сегодня, вот тысячи вологжан окунулись сегодня в прорубь и рыдань и получили бодрость на весь год. Поэтому всех призываю сегодня искупаться в крещенской воде. Всех с праздником! Те, кто не решился окунуться в прорубь, святой водой запасаются в храмах. В церкви Александра Невского накануне святили около восьми тонн воды, и каждая капля будет востребована. Считается, что крещенская вода сохраняется свежей не один год и дарит здоровье, духовное и телесное. Праздник большой, и всех хотелось поздравить. Приду сейчас, посвящу квартиру, попьем водички. С праздником вас! У меня трое детей и четверо внуков, и вот эта святая водичка иногда бывает ребенка, как бы выкрепишь. Я считаю, что наверняка вот она вот именно обладает, потому что она ведь стоит, бывает очень долго, ведь она не портится и ничего. Интерес к православным традициям в последнее время в Вологде возрастает. Возрождение культуры, духовных ценностей поддерживается и властями. Напомним, в конце 2014 года администрация города и Вологодская епархия подписали соглашение о сотрудничестве. В основе документа перспективные проекты и совместная работа в разных направлениях, в том числе традиции православных праздников. Массовый колокольный звон на Рождество, крещенское купание, а впереди в Лакжан ждет грандиозный пасхальный фестиваль «Малиновый звон». В его рамках Вологда вновь услышит звон более двух тысяч колоколов. Мария Поздеева, Михаил Прещев, События дня.